Чё вам по поводу монстроя? Ну я охуел! Хахахаха Хахаха Я такой, типа, мммм Я был очень удивлён, что его не забанили первое время И просто, ммм, как бы вам сказать На одной площадке перебор правил, на другой недобор Очень сильный И то, что его забанили, ну как бы, блядь, за дело Забанили за дело, он сам это осознаёт Но, а забанили-то когда, ребята, блядь? После того, как русские СМИ это зафорсили У нас бы на Твиче такая хуйня, в принципе, бы дня не провисела. Уже бы сидел в бане. Это бы даже до СМИ не дошло. Понимаете, о чём я? А там, блядь, чуть ли не в мировые СМИ куда-то улетело. Но! Касательно этой ситуации, чтобы вы не думали, что я какой-то ублюдок, там, ещё что-то. Баба провоцировала. Безусловно. Конечно, пиздить её не нужно было. Это неправильно. Но, с другой стороны, провоцировала. Но ещё раз говорю, неважно, там, женщина, мужчина, неважно кто. Что? Нельзя пиздить людей. Нельзя, в принципе, пиздить людей. Нельзя. С моральной точки зрения и с точки зрения закона это ещё нельзя делать. Но я бы ещё, блядь, и ту посадил за провокацию, блядь. Почему у нас нету такого, как провокация, например? Я бы тоже ту ещё посадил. Просто очень забавный факт, то, что что-то баба про какую-то мораль затирает, а выезд с аналом 15 тысяч рублей и 30 ночи. Но я не рассчитывал, что там, в принципе, будут какие-то высоких нравов там, да, это, получается, девчонки. Я не рассчитывал. Как бы оно и понятно сразу было. Но неважно, чем она занимается, ещё раз говорю, не даёт права её пиздить. Неважно, мужик, девчонка, никого, никто, блядь, не должен пиздить никого. Ребята, мы живём в 20-м веке, нахуй. Или в каком, блядь? Да, в 20-м или в 21-м. В 21-м мы живём в веке. В 21-м, да, извините, это я, блядь, уже отдохнул слишком хорошо. В 21-м веке мы живём, всё решается словами, блядь, всё решается словами. Какое, нахуй, рукоприкладство? Ну, орнул с того, как он говорит, ребята, запустил трансляцию в инсте и такой, я жалею, я жалею, я жалею только об одном. Такая тишина, тишина. Кто не уебал сильнее, блядь, и я выпал, пиздец. Ну, типа, это чёрный какой-то юмор, типа, аморальный, но, блядь, так смешно было, честно. Ну, блядь, да, чуваки. Такой спорный момент. Я уверен, что это никуда не дойдёт. Уверен, что это никуда не дойдёт абсолютно, что это всё замнётся как-то. А, уголовку уже завели. Чуваки, мне похуй, реально, я говорю, блядь, мне похуй. Мне реально похуй, кто, чё, блядь, я за этой ситуацией не слежу, потому что мне есть куда потратить время, нахуй, честно, своё. Ещё, блядь, мне, если бы я жил скучной жизнью, я бы читал, наверное, всякую хуйню, блядь, мне было бы это интересно. Мне похуй. Мне похуй. Главное, чтобы с моим каналом всё было хорошо, и, как бы, блядь, вроде бы его починили, чуваки. Вроде бы за время блокировки его починили. Поздравляю всех с кейпоповскими смайлами, кто подписался.